я сейчас покажу как теперь этот пример javascript переделать на python на самом деле здесь не очень много надо делать html часть мы оставляем такую же не трогаем потом нам нужно подключить javascript то есть это brighton сам подключить поэтому давайте посмотрим разницу в чем вот примерно одинаковый пример который сделан на javascript и помощи vgs и на брайтоне да так вот получается подключается brighton да а здесь подключен vgs мы это сделаем скопируем так давайте сохраним его сохранить как запишем вначале да или лучше в конце чтобы они рядом были так brighton вот и во первых у нас скрипты подключаются вот где vgs и vtf подключен мы сюда подключим это понятно да или непонятно вот после vgs да потом бодри онлод брайтон один принципе вот смотрите здесь скрипт мы можем вот эти скрипты в хэди подключить тогда все чтобы так будет чтобы сразу инициализатор брайтона да параметром один копировать да теперь смотрите дальше теперь смотрите дальше div id у нас такой же да получается один называется и здесь тоже id app да просто html часть здесь маленькая в первом примере да а вот в этом примере теперь вот скриптовая часть скриптовая часть вот посмотрим чистый пример на java скрипте и пример на этом да вот скрипт тайп текст пайтон вот у нас будет скрипт тайп текст пайтон да вот это все копируем да скрипт тайп текст пайтон теперь вот смотрите вот это и вот это немножко по-другому делается в прайтоне то есть в этом в этом это в java скрипте это у нас в пайтоне получается up равно view new да вот она вот так да и у нас в пайтоне есть объект словарь вы наверное знаете это dictionary и в словаре ключ значения оба строчные то есть каждая вот это получается это часть словаря л дейта месседж вот получается кавычки ставим так л view тифай да вот здесь вот смотрите апп view new да так утешай у нас получается у нас еще примеры с утешаем тоже были да или нет так утешай new утешай так теперь дейта дейта здесь такой дейта с кавычками да быть дейта 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 мы поняли да как как умственно стиле ее надо делать ясно максимум и он до конца на все проработать и потом проверить запуск. Окей? Ну вот здесь во все этих. Так, потом проверить, вот как создается вот VUTIFY элемент. В браузере он подключится или нет? Надо будет посмотреть. Здравствуйте. Да, заходите. Так. У вас есть компьютер, да? Яс, вам сразу задание дадим. Так. Сходите, пожалуйста, рядом с кумбат. Кумбат, вы можете самостоятельно уже проделать, да? А как вас зовут? Вот, объясните, как это задание делаете и вместе его выполняете, хорошо? В общем, вот. Для того, чтобы еще лучше понять, я сейчас больше примеров скину, хорошо? Я специально доказания не доделываю, чтобы вы сами сделали. Так. я сейчас скину больше примеров. Волод, Максим, вместе садитесь и исследуйте те примеры, которые сейчас я вам дам и их разницу с этим, да? так. Да-да-да-да, я сейчас вот что я собираюсь делать. Так. Так. ну, суть понятна, да? как инициализируется переменная, потом структура JSON, чем отличается в Python и в JavaScript. вот на это просто нужно обращать внимание, да? И на самостоятельное создание новых объектов. так. Ну, вот, а вам задание. Объясните, пожалуйста, новые ученицы, как вы это все делаете, хорошо? И файлы скиньте тогда, да? Вы же можете скинуть друг другу, да? Хорошо? У вас компьютер какой? Ну, в смысле Windows 64-битный, да? Ну, подойдет. Браузер же есть? From, да? Вот в From это и делается, да? Вы вот с Максимом можете вместе сесть и вместе ковыряться. Ну, на Python можно и Front, и B получается. Да, да, да. Вот пресс же он на этом, на другом языке сделан. Да. Нам проще это на Django и на Bright, а не на VJS. Вот. Это хорошо. Вместе можно подобряться. Мы Python и во Фронте и на Бэйке используем, ну, чтобы целиком систему собрать, а потом покажем, как на Python делать Data Analytics, анализами данные. Вы слышали, да, наверное, да? Сейчас вот бухгалтерскими данными, финансовыми данными сейчас это уже стало необходимо для компонентов. потом через Python нужно сканировать интернет, вытаскивать это до данных. То есть, если другие программируют серверы, да? А вы серверов будете тащить информацию, да? Тоже интересная тема, да? А во Фронте вы что делали? На Фронте. В смысле, а какие темы? Ясно. Мы вот как раз раньше вот по-другому делали, раньше много, вообще в Python много интересных тем. Мы темы показывали, показывали, оказывается, надо минимум тем показать, чтобы человек мог выполнять заказы, да? А заказы массовые это вот автоматизация бизнес-процесса в компаниях. То есть все, что между людьми выполняется, да? Чтобы оно в систему заходило, да? Потому что проблема есть, когда человек из компании уходит, но трудно подготовить, чтобы бизнес-информация власть и способом ее обработки. А если есть система, ты просто обучаешься системе человека и владельцу бизнеса очень легко, да? И на самом деле на эти работы заказов больше, сайты разрабатывают. Но это делается по технологии тех же сайтов. По той же технологии делается контент, бэкэнд, сервер и так далее, да? И минимальный набор сейчас мы отрабатываем, то есть получается вначале у нас тренировка самому Python, сырить. Потом вот Brighton есть такой браузерный Python, да? А на нем в браузере разные вещи делают. Потом после браузерного Python у нас чтобы много было элементов управления Vue.js и, например, библиотеку Vue.tify подключаем, да? Они на JavaScript, но можно и на Python работать, да? Потом после этого есть в Brighton библиотека Ajax, чтобы обмениваться данными с сервером через REST API. И на Django мы Django не весь показываем, потому что значительная часть инструмента поориентирована на Web 1.0, то есть когда Django генерирует HTML файл, у него там SQL и так далее, да? Это сейчас уже неинтересно стало. Мы из Django вытаскивать будем только JSON в формате данных. Chips REST API Django REST API поэтому Django сократилось до 8 уроков. Из-за рестов. И получается с той стороны Django с какой-нибудь базой, да? С этой стороны Brighton и UGS и BUSINESS системы, например, осмотрение магазина с товарами, да? Клады, допустим, да? Кадровый учет. Некоторые люди думают, что АВИНС покрывает цены. Окей, но клиенты хотят такую систему, чтобы, если будет проверка, проверяющие не знали, где в таком формате данные хранятся, да? В 1С же все, получается, известно, да? Давно известно. И если арестуют фирмы для них оборудования сервера, то ваши данные тоже для них прозрачно, да? А надо сделать так, чтобы непрозрачно было, за это они готовы платить, оказывается. И есть какая-то особая специфика. язык в 1С уже старый. Вызи. Это 30-летние данные. Там нет таких допусков пальцами многих, да? Поэтому настройка в 1С сложнее обходится, чем мы даже на Django с форт-эндом подготовим систему. Понятно? Вот. И с этим вначале у знакомых бизнесменов что-то сделать, автоматизировать. А потом, когда руку набьете, дальше уже за деньги, да? Так интересно, да? Это Enterprise Resource Planning ERP или CRM системы. Ну вот. В них есть и фронт-энд, и бэк-энд как часть, да? Но мы смотрим как нечто большее, то есть изучив потребности предприятия, делаем для него карту бизнес-процессов, потом Entity Relationship диаграмм, у нас мы уже карта бизнес-процессов, да? Потом по Entity Relationship мы делаем на Django модели, через REST API выводим их на сервер, с сервера мы подключаем фронт-эндную часть, да? И все, в общем-то. В необходимости можно еще мобильную часть это делать и то есть необходимый минимум, чтобы и у нас еще есть немножко игровой элемент, а по этому есть некоторые игры, чтобы в интересной манере некоторые приемы программирования обучиться, мы это тоже показываем, да, да, чтобы элементы языка через игры освоить. Мы используем две игры. Одна такая простенькая, ребята уже пошли сейчас и другая немножко сложнее, да, вот, а потом когда это все, когда у вас уже будет первая премиянка, первая премиянка, опыт, потом я покажу уже остальные части, то есть дейта-аналитика это уже для систем сейчас это сегодня очень важно дейта-аналитика. Мы через Python JavaScript тоже пользуемся, сейчас сказать, так, и кроме дейта-аналитики еще это скрейпинг сайтов, то есть выставка данной есть несколько библиотек, или библиотека, самая простая BeautifulSoup, потом есть немножко посложнее скрейпинг, и есть самая навороченная PyPyTier, еще много, есть 3-4 альтернативных библиотек, парочку освоите и можете с любыми уже работать, то есть автоматически выставить из интернета данные это тоже необходимо сделать так, покажите пожалуйста мы сейчас с Utify однофайловые примеры вытаскиваем и вот поделаете я сейчас все файлы отправлю архивом отправлю хорошо 7z можете распаковать да или zip сделать хорошо сейчас я zip сделаю мы ватсапом пользуемся ну вы можете друг с другом любым путем я сейчас все вам скину так zip я прям в группу тогда скидываю хорошо да вы можете в общем вы сами обменяетесь уже я скинул Продолжение следует... 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 Так, как это мы сделаем? Это мы сделаем следующим образом. Так, во-первых, у нас Python 2.0 установлен в папку Python 2.7. На диске C Python 2.7. И получается... Так, сейчас я вам демонстрацию делаю. Так, вот теперь демонстрация, да? Вот, папки 2.7. Python W это Python Windows, да, получается? Так, теперь... Вот эта папка, она у нас прописана в системных параметрах Windows. У кого Windows. Так. А у кого Mac, тем проще, потому что там просто Python 2.0. А Python 3 это 3-й Python, ясно? Так. Так. А робокод сработал? Я тогда покажу тем, кто на Windows работает хорошо. Заходим в панель управления. И здесь у нас... Вот, до этого еще вот CMD для проверки откроем. CMD. CMD. И проверим. Python 2.7, да, открылся? Теперь мы его уберем из этого. А, давайте сначала переименуем его. Давайте по-колхозному его назовем Python 2.0, да? Так. И еще раз CMD попробуем. Python, скажем. Уже ничего он не делает. Так. А Python 2 напишем. Вот он открылся, да? Получается. Так, значит теперь нам надо вот этот путь скопировать вот так для идти и создать для начала BAT-файл. BAT-файл, который будет запускать этот робокод. Вот этот main.py, чтобы создадим создадим текстовый документ. И здесь у нас c python2.7 слэш python2 и main.py, да? его сохраним как run.bat. run.bat сохраним, да? Так, вот run.bat. Если теперь этот run.bat запустить, у нас робокод запускается. ясно? Теперь мы уберем из путей путь 2.7 в дополнительные параметры системы. Здесь у нас есть переменные среды. И вот так. Путь это для одного пользователя. здесь ничего нету, да? А это путь для всех пользователей. Вот этот выбираем путь. Изменить. И вот python7 и python2.7.2.7 scripts мы вручную убиваем. Ясно? Так, других python нету. Вот этот у нас нет другой python. Так. Окей. Теперь мы если в командной строке заново ее откроем напишем python2 он ничего не находится. Видите? Но в то же время вот этот run.bat работает. Теперь мы можем обычным путем установить третий python. вот всегда не забывайте, да? Add python2.path и Customize вот я обычно на более короткий путь ставлю. Так. Next. Вот так. C python3.10. Для всех пользователей. Install. И после установки у вас если просто python назвать вызвать будет python третий выходить. А если python2 набирать то будет второй. Но мы второй python же будем только для робокода использовать. Для других вещей нет пока робокод не перенесут на третий python. Ясно? обязательно не забывайте когда я показал чтобы питом был виден в стандартных путях. все установилось. теперь попробуем проверить. Пишем python вот python установился. Ctrl Z и теперь pip тоже pip от третьего пайтона. Не от второго. Все понятно. Вот эти действия если проделать то у вас будет и робокод работать кстати давайте этот робокод еще раз проверим на втором пайтоне там уже путей ему не надо же так я это в эту папку закидывал так вот run bat вот он работает и сейчас давайте проверим пути панель управления так где у нас система вот она дополнительные параметры переменные среды и вот здесь пах уже у нас добавился вот питон 3.10 видите да вопросы есть есть просто действия которые я показал надо именно в том порядке проделать да 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 видео я отправлю вот 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 Продолжение следует...